добрый день любое другое время суток по вашему выбору 84 выпуск обзора нашей группы будни упоротых начинается с миши светово причем с того странного очень и неловкого момента когда с миши световым можно в какой-то мере даже согласиться потому что здесь но было годовщина убийства семьи николая второго вот и особо большие любители николая второго называют этот день а самый страшный датой в истории россии и миша светов в твиттере пишет что ребят если вы считаете вот этот вот день самым страшным в истории россии у вас с головой не все хорошо и вам плевать вообще на россию ну потому что были как бы в истории россии дни и пострашнее ну миша светов тут приводит отмену юрьева дня до когда крестьянам запретили уходить от своих хозяев вот но я думаю что это вопрос дискуссионный можно и пострашнее дни в истории россии найти да вот ну например начало первой мировой войны в которую россию втравил вот этот вот гражданин в малиновой рубашечке который на фото присутствует да вот там а по пример примерно погиб погиб у нас миллион человек да вот соответственно несколько миллионов остались сиротами как бы так далее и тому подобное в общем ей есть конечно в истории россии дни и пострашнее вот в этом можно согласиться с мишей световым как и в том что вот если человек называет да это нехороший был эпизод из в истории как бы русской революции дару вот гражданской войны и так далее и тому подобное да он не красит этот период но называть его самой страшной даты в истории россии но это действительно какой-то наплевательство на историю россии ну вот например почему когда кровавые там большевики там я не знаю или кто вот расстреливают семью николая второго это самый страшный день в истории россии а когда например отряд генерала драздовского заходит в какую-нибудь деревню и просто вырезает там ну или вешает расстреливает всех рабочих да там по подозрению в принадлежности к проклятым большевикам по подозрению никто ничего не расследует естественно это не самый страшный день в истории россии вот непонятно какой то тут есть двойной стандарт мне кажется и сразу говорю я не лайкал пост миша светлого я не могу физически не могу лайкать мишу светлого даже если он иногда в чем-то прав найти и сломанные часы пару раз сутки показывают правильное время но вот тут вот замечательная совершенно такая иллюстрация как надо держать людей за яйца не нарушая при этом священного права частной собственности естественно пётр равен наш известный миллиардер да вот соответственно он сейчас у нас где-то в лондоне там ему бедному блокировали счета разрешали тратить только две с половиной тысячи фунтов в месяц вы представляете какая жуткая нищета да но выяснилось что он тратил немножко больше ему разрешили тратить немножко больше вот дело в том что у него там есть как бы собственность предметы искусства коллекции до 300 миллионов долларов естественно ее никто у него не конфисковал ничего но я как-то надо содержать охранять а это дорого стоит от расходы соответственно все такое вот ну то есть вся частная собственно священная петра вина у него на месте у просто так вот прихватили за так сказать интересные места и выкручивают выкручивают а петра вина и не только лишь он это человек у которого несмотря на то что он сейчас в лондоне в россии очень хорошие связи очень хорошие контакты и есть наверняка некоторые рычаги влияние вот такая интересная ситуация и а вен такой не один вот я даже больше скажу многие из тех кто у нас не уехал никуда у них тоже там есть чё выкрутить за границей да ставлять какая неудобная ситуация вы сами сидите в россии а ваши яйца а лежат за границей к ним тянутся волосатые лапки мировой капиталистической гидры а вот чтобы их немножко подкрутить вот так но это новый выпуск мон и даль я рекомендую это про соратника ленина евгеника сатаниста мартианина богданова малиновского вот это вот гражданина который сейчас играет с лениным в шахматы а вот ну естественно это про большевистский вампиризм вот очень забавная глава значит в это время в крыме до в крыму людям по-прежнему судя по всему нечем заняться вот местный строительный магнат владимир константинов по совместительству спикер крымского парламента тут нам предлагает значит словарик по замене английских слов на русские вот ну как бы надо облагородить срочно русский язык очень много у нас иностранных слов и так далее и тому подобное ну вот тут вот можно ссылочку открыть посмотреть что не предлагают предлагают они что-то несуразное вот ну потому что там не не знаю менять там слова спойлер например на выражение раскрытие сюжетного поворота это просто неудобно сова хайп на ажиотаж не отражает так сказать смысла до гуглить искать информацию в интернете ну очень сложно будет выражаться в такие в таких форматах но тут как бы вопрос другому я просто читаю первое предложение этой новости обнародовал новость спикер крымского парламента владимир константинов тут в чем проблема дело в том что спикер это слово английская крым это слово татарская парламент это слово французское а константинов это фамилия греческая вот я не понимаю почему мы должны ограничиваться английским языком вот что за дискриминация как будто у нас там я не знаю с крымскими татарами там с межлисом с каким-то джимми леом сейчас хорошие отношения с францией не знаки у нас отношения с грецией ну давайте сразу все менять как бы да то есть вот например обнародовала новость говорильник крымского можно слово крым перевести с татарского языка тоже говорильник крымской говорильни владимир постоянный вот так вот давайте выражаться оба будет весело но как я уже говорил что собственно язык как и культура да то есть и вот все это это производная от экономики всегда это надстройка вот если у вас экономика там сильно интегрирована во всякие англоязычные структуры если у вас работают здесь иностранные компании у которых здесь офисы которые нанимают здесь сотрудников рабочих и так далее и тому подобное вот если вы показываете в кино у себя иностранные фильмы вот продаете в магазинах иностранные книжки и так далее и тому подобное у вас будут попадать иностранные слова в речь если вы не хотите этих иностранных слов делайте все сами делайте автаркию полную это естественно невозможно язык всегда будет обогащаться заимствовать слова из других языков ну на самом деле давайте дойдем уже тогда до логического завершения выкинем например из русского языка тюркский тюркские слова какие-нибудь слова сарай соус сарай это же слово татаро-монгол сарай этот дворец давайте запретим слово сарай она же не русской ах да блин давайте еще вспомним что само слово русский ну по мнению некоторых лингвистов не даже очень многих до происходит от финского сара отсюда давайте как-то переменную наш народ как-то не так называется ну то есть вы понимаете такая лютая бредять ну а если вы хотите как-то облагораживать русский язык вы сначала заставьте свои говорящие головы по телевизору выражаться по-русски например чтобы англицизма по всяких таких странных выражений типа эта история вот там лишь что-то еще там панельная дискуссия слова выражение которыми сразу как напоминает почему-то проституции да вот не употребляли такие люди там как маша захарова например но я не знаю владимир соловьев чтобы актеры какие-то вот певцы такие вот знаменитые личности до которые нам формируют информационную картинку и вот это вот культурное пространство чтобы они на нормальном русском языке говорили запретите в кино фильм на районе данилы козловского или его бабы я не помню уже чей там да вот где они там говорят так что понять невозможно ну и так далее и тому подобное чего до людей докопались у людей есть чем заняться и без этого а ну претей андрей ткачев наш любимый значит зажег в очередной раз так читаем где наши мужики пьют в горы ходят за адреналином в африку на сафари мотаются на рыбалке пятую точку отсиживают деньги зарабатывают чтобы в 50 с хвостиком на муалетке в очередной раз жениться животы вместо сыновей выращивают протирают лысины на чужих подушках вот тут возникает вопрос о каких наших мужиках говорит протеерей андрей ткачев вас много знакомых которые мотаются в африку на сафари 50 с хвостиком женятся на муалетках там протирают лысины на чужих подушках видимо протеерей андрей ткачев пока каком-то своем окружении говорит личном да вот они о основной как бы массе людей до окружающих то есть ну вообще насколько я понимаю что большинство мужчин сейчас просто зарабатывают себе на жизнь пытаются как-то выжить у нас сейчас не самые как бы простые в этом смысле времена до забыл в блогах торчат слюной брыжут у пальца тренируют где 90 процентов этих существ существ которые зачем-то крещены но почему-то не ходят в храм постоянные с обниманием такое впечатление ну видимо да видимо протеерей андрей ткачев под нашими мужика мужиками понимает но я не знаю может быть какую-то столичную клубную тусовку там не не я не знаю у кого большинство знакомых в блогах торчат слюной брыжут и пальцы тренирует при этом в африку на сафари мотаются интересное окружение о андрея ткачева вот задача священства привести эту биомассу в храм чтобы они облагораживались молитвой наполняли наши храмы также как мужчины востока наполняют мечети ну тут давайте так если андрей ткачев говорит конкретно о своем окружении которое он нам так прекрасно описывает предыдущих постах вот лично о своих знакомых и друзьях да и если он их считает биомассой то флаг протеерею в руки это его личное дело но если он говорит о как бы массах людей да то есть по бы население о крещенных причем вот людях да о простых людях вот если он не считает биомассой то это какой-то расизм в очередной раз то есть у нас есть так такое понятие социальный расизм да то есть когда люди как бы с деньгами до считают людей без денег за быдлый скот да а вот тут вот у нас какой-то расизм уже по религиозному принципу и причем мы не первый раз с ним встречаемся предыдущих выпусках нам тоже такие ребята попадались да то есть которые всех кто не ходит в храм не облагораживаются молитвой считают биомассой вот причем эта тенденция это не протеерея андрей ткачев просто так ляпнул я кстати замечу что протеерею за это ничего не будет я уверен помните такой был дмитрий смирнов ныне покойный тоже святой отец да на вот который например атеистов называл животными ему за это ничего не было вот андрей ткачев теперь тех кто не ходит постоянно в церковь называет биомассой это почему плохо а потому что это лидеры общественного мнения в своей православной среде к ним прислушиваются православные люди и недалек тот день если это продолжится когда вот эти вот сильно православные люди фанаты ткачева и дмитрия смирнова начнут читать биомассы тех кто в церковь не ходит то есть не людьми унтер меньшими и так далее и тому подобное любопытно правда вот ну и кстати по поводу мужчин востока можно кстати напомнить протеерею андрею ткачеву что мужчины востока наполняют мечети не от хорошей жизни они наполняют мечети потому что мягко говоря у них там не все хорошо с уровнем жизни на их востоке и вот при таком подходе до когда их считают биомассой загоняют их в мечети и там накачивают религиозной пропагандой потом появляются такие вещи как запрещенной в российской федерации например и гил вот из религиозных фанатиков такая движуха да которая тут не так давно зажигала на ближнем востоке да и сейчас по моему еще никуда не делась протеерей андрей ткачев хочет из наших мужиков сделать то же самое вот он не хочет например построить им там как-нибудь заводиков каких-нибудь да дать нормальную работу уверенность в жизни хорошее образование время для саморазвития ну например там 6 часовой рабочий день чтобы можно было там пару часов в сутки книжки почитать да а не приехал домой упал с бутылкой пива по телевизор и вырубился до утра вот не хочет протеере андрей ткачев этого делать видимо нет нему не до этого вот у него биомасса которую надо загнать в храм вот вот замечательный человек хирург александр залудостанов да он тут выступает замечательными выступление но его он попал под санкции соответственно весь клуб ночные волки попал под санкции ну у залудостанова и у его коллег там какую-то арестовали там собственность европе ну судя по всему у европейских членов как бы клубы ночные волки вот и запретили ездить им в западный берлин да а хирург он привык ездить в западный берлин вот ну как бы это пробеги пробеги такие за россию пропагандистки вот мы патриот россии вот мы какие крутые и так далее и тому подобное вот интересно они себя байкера мне-то еще называют или поменяли уже свое английское название на какое-нибудь другое русское ну мотоциклисты мотоциклист и мотоциклист это тот кто едет на мотоц и ездит на мотоцикле это мотоциклист и байкер от разные вещи вот и в конце концов вот эти вот все кожаные курточки они какие-то вот не скрепные черные очки что это такое надо косоворотку шаровары там лапти вот еще что такое то какой-то вид у них похоже на всяких нам ангелов а да и другие соответственно американские вот подобное объединение какой-то косплей вероятного противника культурно нам чуждого нет александр не так вот мы ночные волки для патриотического движения какой-то немножко странное название как по мне но тут александр предлагает мотоциклами защищать россию там и так далее и тому подобное до грудью и мотоциклами да я бы на это посмотрел как это будет выглядеть вот особенно учитывая что сам-то александр насколько я понимаю в армии не служил вот человек вообще не понимаешь что что такое война судя по всему но у нас уже выросло поколение которое не понимает что такое война вот этот вот гражданин гнущие пальчики вот видимо из этих кстати учитывая что в молодости александр золдастанов он работал и долго жил в западном берлине по классификации сереже колясникова а к зергулио он замечательный материал для вербовки всякими госдепами и цру надо бы по моему проверить александра золдастанова вдруг там что не так ну это вот продолжение темы жени баженовым там по-прежнему у всех рвет планки вот и я обидел уже несколько огромных стримов по 45 часов где люди смотрят я их не смотрел я сразу скажу я просто их на ютюбе видел где люди там с карандашом разбирают женю баженова я видел их на либеральных каналах я видел их на хранительских канал а это стрим на монархическом канале длиной три с половиной часа но я думаю кто захочет как бы может его google но просто поиском найти на ютюбе посмотреть и этого делать не собираюсь я еще не сошел с ума тратить часы своего времени на вот прослушивание такого контента мне в данном случае просто понравилась очень картиночка картиночка замечательная жени баженов еще раз он молодец вот он так взорвал просто все мозги вот что не утихает до сих пор уже сколько дней прошло после выхода ну и просмотров там уже под 7 миллионов я не знаю колыму колыму дудя он конечно не задвинет но это это было сильно женя ты красавчик вот тут случилось страшное вот одновременно прекрасная пока наш гоги романов вот в ожидании рождения наследника сидит в твиттере у гоги должен скоро родиться наследник мальчик тут провел там экспертизу медицинскую говорят мальчик будет у нас будет новый царь я вас всех поздравляю вот тут завелось некое императорское общество мне на него кинули ссылочку я полез там смотреть я сначала думал что это что-то вот как раз от гоги романова там сидела нет это интереснее вот то есть ну понять чем этой конторы занимается я сначала не очень понял чем она занимается вот но тут новые литы мира императорское общество и так далее и тому подобное царственное династия вот и так далее и тому подобное вот рулит всем этим некий сейчас найдем подписи найдем его зовут диме дмитриев валерий маркс вич вот он рекордсмен книги рекордов достижений россии руководителей императорского наградного фонда но это знаете вот эта вот тема за которую в свое время наталья владимировна поклонская пыталась притянуть гогину маму тетю машу да это за раздачу всяких орденов и медалей похожих на настоящий да ну то есть это типы ордена нашего значит дома да вот но на самом деле это все как бы ну ну блестяшки весельки да вот он этот красавчик дмитрий валерий марксович его светлость князь из княжества коворода дмитриев помону я вам очень советую почитать эту страничку это жутко интересно вот такой бредятина я не читал давно а вот и так далее и тому подобное вот он увешан до пупа всем чем можно вот председатель наблюдательного совета реестра особо избранных людей россии вот дальше у него тут есть какие-то вот моменты помощник депутата госдумы рф первого созыва до члена совета по государственному частному экспертному партнер это не просто жулик с улицы зашел не ребят а вот при министерстве культуры вице-президент общероссийской политической партии добрых дел защиты детей свободы природы и пенсионеров партия добрых дел есть такая партия добрых дел вот она вот она действительно зарегистрированы и так далее и тому подобное вот и общероссийское объединение траляля мы выступаем за программу оздоровления омоложения увеличения продолжительности жизни населения в создании крупномасштабной государственной программы подобно атомной и космической имеющей целью создания средства омоложения человека и значительного увеличения продолжительности жизни вот тут вот я вам рекомендую точно посмотреть последний ролик про большевистский вампиризм богдановы и так далее вот мон и даль вот там вот как раз именно про это вот создание данного средства сделать россию первой мировой державой так как от нас будет зависеть жизни здоровье всех королей мира вот ну и так далее и тому подобное вот кстати это не все значит председатель этой партии вот президент точнее этой партии общероссийской политической партии добрых дел защиты детей женщин это кирилл андрей романович вот тоже реальный совершенно человек образование там московский государственный университет радиотехники место работы политической партии и так далее и тому подобное вот избирался во всякие муниципальные органы как депутат сведения о судимости статья 147 мошенничество часть 3 уголовного кодекса рсфцр погашено то есть он отсидел вот вот такой вот не замечательный человек но я тут всех не смотрел да то есть тут еще у них есть международный благотворительный фонд содействия развитию русской культуры под названием ввп вот он ввп это вера возрождение патриотизм и вот тут даже вот такие вот фоточки есть где этот самый вот гражданин он вот с кобзоном где-то на донбассе там но он говорит что на донбассе я не удивлюсь кстати если это все photoshop ребят вот я сразу я сразу говорю потому что тут ну не знаю не понять такого кобзона можно было сюда и врезать на самом деле вот вполне себе запросто да но это еще не все вот тут все очень интересно дальше веков александр владимирович это шестикратный чемпион мира по кикбоксингу в супертяжелом весе среди профессионалов значит в разделе фу контакт ну это вы помните в 90-х годах а он именно тогда стал этим шестикратным чемпионом 90 начала 2000 ну там куча всяких федераций там и так далее и тому подобное то есть ну грубо говоря это например чемпион мира и ростова да то есть вот там у нас там в чемпионате урюпинска принимают участие там 5 чемпионов мира по 18 разным версиям но и так далее там подобное да в боксе тоже сам но собственно с бокса это началось эти вот частные федерации да то есть которые выдают чемпионские пояса и так далее ну то есть вот это такой персонаж на вот я про него гуглил там единственная но новость как в интернете как он там с каким-то чемпионом по моему как раз ростова собирается драться просто на каком-то местном турнире и так далее но это какой-то художник вот это вот мне нравится лазаренко анастасия александровна и и сиятельства графиня дебрайт вот ну то есть она титул получила но и тут дальше вот еще вот еще одна значит графиня видимо вот графиня вот графиня да откуда эти графини берутся из одного из партнеров этого самого общества вот наши партнеры это замечательно совершенно вот то есть значит партнеры вот новое планетарное телевидение вот фонд евгения воскресенского что вот модельная агент дема громов я не знаю кто такой легенда русского шансона дема громов партнер императорского общества да вот какие-то продавцы вина вот модельное агентство russian models вот оттуда берутся эти графинюшки в таких количествах да то есть эти русские модели они тоже сотрудничают значит соответственно с императорским российским домом ну почему бы и нет красивые девушки приятно дело иметь почему бы и не посотрудничать нам правда согласитесь да но это это ладно вот значит самый лучший партнер насколько я понял вот этого императорского общества это приготовьте сейчас мы на секундочку музычку поставим на паузу да вот и послушаем есть неприличные слова сразу говорю что так и и и и и и Хэ-хэй, хэй, 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 хэ-хэй! Мы похоронят любого, кто нас не захочет любить. И всем долбоёба, мы даже суропа. Кто любит подъём, только тот будет жить. Вот, это партнёр вот этого самого императорского общества. И, как мы видим, Международного благотворительного фонда ВВП. Потому что вот они у них тут в лень. Ну, кстати, тут 77 человек участников, это замечательная тема. Короче, чем они занимаются, опять же, понять-то надо всё-таки там. Вот. Они занимаются, видимо, выращиванием вот таких вот людей. Да, там, значит, высокие технологии дизайн. Видимо, дизайнерском занимаются, да. Ну, соответственно, занимаются продвижением моделей этих самых бэтгёрлс. Великолепных. Вот самое большое, лучшее, что мне здесь понравилось. Видимо, главный источник дохода, это Принц Прайс, так называемый. То есть, этот вот самый Валерий Марксович Дмитриев, его светлость князь. Князь, значит, он ходит на приёмы, видимо, со своей тусовкой, с моделями, с бэтгёрл, со всей фигнёй. Вот. Хранитель Золотого Ордена Семьи Романовых Святой Николай II. Мне интересно, вот Гоги и тётя Маша, они знают об этом? Да, обо всём. Вот. Что, значит, присутствие на мероприятии представителей царской династии, то есть, заказ его светлости князя в кабак, например, повеселить 15 тысяч рублей. Вот вспомните, вот наш любимый Панасенков, он за ночь с собой берёт 15 миллионов, а тут 15 тысяч. Какой демократизм, да? Поздравление от его светлости князя тридцатка. Поздравление с грамотой, фото-видеосъёмкой, интервью для СМИ 50 тысяч рублей. Поздравление с награждением Орденом 100 тысяч рублей. Пожалование дворянского титула 500 тысяч рублей. Вот так вот, да? Значит, реестр избранных. Давайте глянем на секундочку. Там где-то вот, тут был у них список тех, кто, значит, эти титулы от них получил. Ну тут, блин, тут везде сплошные ссылки на Яндекс кошелёк, Яндекс кошелёк, награды, ордена, медали, траля-ля, все дела. Так, галерея славы, давайте посмотрим. Ну это же, согласитесь, это же очень интересно. Так, тут не очень понятно. В общем, короче, помните такого Иншакова Александра? Вот, нашего главы, главного каскадёра, который там снимал кино «Бригада 2», там, или ещё что-то там и так далее и тому подобное. А вот, вот он, например, лурят, значит, у них вот этой вот их премии, ну точнее он лурят их титул, да? Вот, то есть, а, вот титул, наверное, здесь есть. Чё там делает Гоги Романов, я так понял, что он всё-таки, вот в данном случае он не при делах. Вот, так, это, а, это просто описание титулов. Ну, короче, полазите здесь, здесь очень смешно всё, вот. Вот, а Гоги в это время сидит пальчики в твиттере, стирает. Кстати, не о нём ли говорил вот про тире Андрей Ткачёв? Ведь Гоги, он конкретно Гоги Романов, наш любимый будущий счастливый отец, он же попадает ровно вот под это описание. Животы выращивает, ну, хотя сыновей тоже вроде, да? А вот, 50 хвостиком, ну, не на малолетке женился, но женился, да? В Африку на сафари мотается, в горы ходит, пьёт, пьёт, мы видели фоточки, как они там с женой водку хреначат. Вот, торчит в твиттере с утра до ночи, вот он ровно попадает, значит, под описание Андрея Ткачёва. Вот, ну и от смешного перейдём к грустному, вот, а конкретно к тому, что случилось здесь у нас на Запорожской АЭС. Запорожская АЭС, я вам напомню, она под контролем Вооружённых сил Украины находится с 4 марта примерно. И вот, значит, туда прилетели три дрона, ну, по разным данным, то ли три, то ли два, значит, и атаковали эту АЭС. Вот, и слава богу, ничего не случилось, действительно, слава богу, потому что меня в данном случае интересует даже не столько то, что там произошло конкретно, а то, что об этом говорят, значит, наши говорящие головы. Да, вот, 18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «Камиказа» нанесён удар по объектам на территории Запорожской АЭС. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы. Вот, то же самое повторила Маша Захарова, наша главная говорящая голова, да, при этом пожаловалась в МАГАТЭ, вот, и так далее, и тому подобное, что вот украинцы там траля-ля там хотят устроить страх и ужас там все дела, взорвать атомную станцию. И опять же, то же самое произнесла, да, то есть, по счастливой случайности, вот этого вот, только по счастливой случайности траля-ля не стало, ну, процитировала, грубо говоря, этого мужика. Вот, понимаете, ну, тут вопрос такой, скажем так, комплексный, да. Во-первых, сразу возникает вопрос, извините, вот у вас атомная станция под контролем 4 марта, атомная станция, это должно быть самое охраняемое место вообще на всей контролируемой территории. Вот, гораздо лучше охраняемое, чем, например, офисы каких-нибудь, не знаю, новых управленцев, там, этих самых областей, там, или, я не знаю, кого угодно. Вот, примерно такую же управляемое, как штаб войск, там, или что-то еще. Там должно быть ПВО, вот, там должно быть охранение, еще что-то. Ну, потому что по атомной станции нельзя допустить, чтобы по ней били дронами, ракетами, бомбами, чем угодно. Вот, и такое впечатление этого, что там нет. Ребят, почему нам представителя Минобороны РФ, вот, точнее, начальник Национального Центра Управления Обороны РФ, заявляет, что по счастливой случайности, один из двух, а там ниже еще пишут, может быть, и из трех дронов сбили, а второй, что попал, вот, как так? Вот, вы держите под контролем атомную станцию, или вы не думаете, что ее кто-то может атаковать? А почему вы так не думаете? Во-первых, вы обязаны так думать, потому что идут боевые действия, вы можете их называть как угодно, там, СВО, игрой в футбол, там, телешоу, все что угодно. Тут боевые действия, у вас атомная станция, потенциальный объект атаки, почему ее так вот спокойно атакуют какие-то дроны? Вот, то есть, и один, судя по всему, по ней попадает. Ну, я не буду говорить, что по этому поводу пишут в украинских сетях, там все выглядит немножко иначе. Вот, я ориентируюсь исключительно на то, что нам говорят наши официальные говорящие головы. Вот, то есть, получается так, что вы нам, значит, на протяжении долгого времени рассказываете, что в Киеве сидят отмороженные нацисты, упыри, вот, и так далее, и тому подобное. А когда вы начинаете, вы ведете с ними боевые действия, вы не защищаете от них атомную станцию ПВО, потому что, видимо, считаете, что они не должны на нее нападать? Или как? Вот, просто Маша Захарова, она там всяким МАГАТЭ, ООН, она вот говорит им, да, что вот, украинцы нехорошие, такие, траля-ля, все дела. Они хотят тут устроить атомную катастрофу и так далее, и тому подобное. То есть, сначала вы, то есть, вас это удивляет, причем здесь в МАГАТЭ, вы это должны были знать изначально, что, как бы, эта станция, это потенциальная цель. Почему у вас дроны на нее пролетают? Это, во-первых, вот. Ну, то есть, какая-то шизофреническая, уже ситуация шизофреническая, да, то есть, это, знаете, что напоминает? Это напоминает какие-нибудь стоны какого-нибудь Наполеона, да, или, там, генералов Гитлера по поводу того, что русские неправильно воюют, да, то есть, там, у вас большая страна, холодные, злые партизаны, да, так нельзя, да, это не цивилизованно. Вот сейчас вот то же самое исполняет, соответственно, Маша Захарова и наши минобороны, то есть, украинцы неправильно воюют. Вот, извините, а как вы ожидали, какой войны вы ожидали от отмороженных нацистов, которые хотели нас убить грязной атомной бомбой и этническим оружием? Я цитирую, опять же, то, что нам рассказывали, там, президент, Сергей Рогозин, еще кто-то, да, вот, они нас хотели убить, они отморозки, убийцы и упыри, вот. Вы от них ждете конвенционной войны? Почему? Это, во-первых, вот, опять же, я повторюсь, я говорю сейчас не вот о том, что конкретно происходит на полях сражения, я говорю о том, как это выглядит в нашей пропаганде. Выглядит это шизофренически, да, то есть, я вот на это смотрю, я думаю, вот, ребят, вы идиоты или где? Вот, потому что вот это вот выражение, по счастливой случайности, не привело к повреждению оборудования станции, возникновению техногенной катастрофы. Возникает вопрос, ребят, вы там чем занимаетесь? 4 марта, значит, Запорожская АЭС под контролем российских войск, да, а у вас тут все по-прежнему висит на счастливых случайностях. У вас там нету каких-то радаров, у вас нет ракет, у вас нет средств обнаружения дронов, то есть, мы сейчас продолжаем, насколько я понимаю, висеть на счастливой случайности. То есть, повезет, взорвется станция, да, ну, у украинцев же наверняка еще есть дроны, правильно? То есть, и повезет, они ее взорвут, не повезет, не взорвут, да? Вот так вот получается, или что? Или вам денег не хватило на то, чтобы в таком горячем объекте, то есть, устроить противовоздушную оборону? Кто-то должен смс-ками скинуться, да, как на оружие всем, или вы все деньги казакам-добровольцам раздали? И опять видел замечательную совершенно статью про казаков-добровольцев. Вот, добровольцы, первая тысяча казаков пошла добровольцам. Я напоминаю, доброволец это 200, там, 200-250 тысяч рублей и плюс соцпакет. Это человек, который получает, там, раз в 5 больше средней зарплаты. По-моему, это называется не доброволец, по-моему, это называется наемник. Ну, это так, слоу. И люди туда идут не потому, что они хотят, вот, конкретно, воевать, там, защищать что-то где-то, а потому, что там платят больше, чем на гражданке. Вот и все. Потому что они на гражданке денег не могут нормально заработать. Вот. Вот. То есть туда все деньги ушли или куда? Вот что это такое? Понимаете, это атомная станция, она, если долбанет, будет очень обидно. А выясняется, что вот три дрона и все. И только счастливая случайность. Вы дебилы. Вы не можете хотя бы на широкую публику сказать, что благодаря, там, героическим усилиям российской ПВО, там, вся эта угроза была нейтрализована и так будет с каждым и так далее и тому подобное. Вот так надо было сказать. А так получается, что у вас там не армия, а какой-то балаган. То есть у вас пролетит дрон, ударит по атомной станции или не пролетит, зависит от случайности. Вы, господа пропагандисты, скажите, пожалуйста, вы зачем позорите российскую армию? У вас, по-моему, задачи несколько другие. Понимаете, вот ссылки на дикость украинцев, на их зверства, они не проходят. Украинцы для вас как бы военный противник. От них нельзя ожидать того, что они будут вести себя по правилам, что они будут хорошие. По определению нельзя. От них надо ожидать всякой гадости. Если вы говорите, ах, какие плохие украинцы, это значит, что вы к их гадостям просто не готовы. Вот, и это ощущение нехорошее преследует с самого начала СВО. Со всех этих десантов под Киев, там шапкозакидательских, там этих воплей, что мы сейчас там их всех буквально там шапками закидаем, что они все сейчас сдадутся, ручки поднимут и убегут, что Зеленский сбежит. Вы же помните, вначале было именно так. Потом выяснилось, что не так. Что все гораздо сложнее. Ну вы, если уж начали делать, делайте это не через жопу. Пожалуйста, там люди погибают. И вот от этого вот отношения, да, что мы как бы ни к чему тут, блин, не готовы, да. Их погибает только больше. Слава Богу, по счастливой случайности, именно слава Богу, что ничего тут сейчас не рвануло. А если бы рвануло, тогда бы что было. Вот. То есть, если бы вот эта счастливая случайность не произошла. Что бы тогда вы нам сейчас рассказывали? Понимаете, рассказывать про то, какие плохие украинцы, они мертвых-то не вернут. Тем более, что я повторюсь, 4 месяца уже там, с 4 марта, март, апрель, май, июнь, половина июля, эта станция находится под нашим контролем. И где, и чего. Ну то есть, если станцию вот так вот защищают, я с ужасом думаю о том, как защищать все остальное. То есть, и вот такие новости, я говорю, вот ты тут читаешь и думаешь, блин, они что, вообще не готовились к этой СВЛ, когда ее начинали? Или действительно думали, что это будет какой-то такой парад? А теперь вот что-то там как-то судорожно пытаются сделать. Ну, ребят, ну 5 месяцев уже прошло, ну пора уже хотя бы так. Вы уже должны быть готовы ко всему, к любым провокациям. Я не знаю, понимаете, вот меня, меня призывают из каждого утюга быть патриотом, быть патриотом, значит, и одновременно мне Маша Захарова, значит, говорит, что у нас армия говно, вот, у нас тут летают дроны, с которыми мы что-то сделать не можем, и вот попадет он, у нас тут дрон по атомной электростанции или не попадет, это зависит от счастливой случайности, да? И при этом одновременно меня призывают быть патриотом, мне это сложно. У меня от такого рвется мозг, вот, извините, вот такой вот выпуск, извините за такую минорную тему в концовочке, вот, лучше почитайте сайт вот этого вот замечательного объединения Императорского общества России, поднимите себе настроение. Всем хорошего настроения, всем добра!